В эти дни в Сургуте проходят показы драматического спектакля «Шахтерская дочь» и детской постановки «Уковчега-8» Донецкого республиканского академического молодежного театра. Спектакль «Шахтерская дочь» основан на одноименной поэме Анны Ревякиной и поставлен благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Визит в Югру организован в рамках проекта программы Министерства культуры «Большие гастроли» для укрепления дружеских связей между регионами. Донецкие театралы уже успели посетить Нижний Вартовск и Коголым, а впереди у них выступления в Нягоне и Югорске. Также театральная труппа представит спектакль в Ханты-Мансийске в рамках культурной программы кинофестиваля «Дух огня». «Главная героиня теряет отца Мария, девушка Мария теряет отца и идет по его стопам, становится снайпером. И те переживания, те эмоции, которые она переживает в этой ситуации, те эмоциональные фон, которые переживали все жители Донецка в этот период времени, «Лето и осень 2014 года». Это вот в этом спектакле показано. Не скажу, что она сугубо для Донецка, понимаете, для Донбасса, потому что проблемы-то все-таки общие для всех. Может быть, фон и предлагаемые обстоятельства этих проблем другие, но никто ж никуда не девает им потерю, никто никогда... Потеря, она везде для всех потеря, никто никогда не девает выбор между... То есть, насколько ненависть может тебя поглотить, насколько ты можешь ее преодолеть, насколько ты можешь оставаться человеком даже в сложное, трудное время. Сургутянку посадили в тюрьму за мошенничество. Свои аферы женщина проворачивала в сфере недвижимости. Прокурор доказал, что с августа по ноябрь 2023 года подсудимая находила по объявлениям граждан и предлагала им в аренду жилое помещение. Доверчивые горожане вносили предоплату, либо полную стоимость за съем. После получения денег злоумышленница не исполнила взятые на себя обязательства. Ущерб, причиненный пятерым потерпевшим, превысил 190 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновные наказания в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Также суд удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски на суммы похищенных денежных средств. Югорчанину предстоит ответить за контрабанду леса в Узбекистан. В Курганской области тюменские таможенники задержали три большегруза со стратегически важными ресурсами, заготовленными в Югре. Машины везли грубо окоренные бревна. Такой лес можно вывозить только через определенные правительством Российской Федерации пункты пропуска при обязательном наличии фитосанитарного сертификата, которого не было в представленном таможне пакете документов. По документам объем вывозимого материала был значительно занижен. Водитель одной из фур предлагал таможенникам взятку за 150 тысяч рублей, и он надеялся избежать досмотра большегрузов. Взятка дателя задержали. Суд признал его виновным. Водителю выносен обвинительный приговор и назначен штраф 600 тысяч рублей. Организаторам незаконного экспорта стратегически важных ресурсов в Узбекистан признали директора Югорской организации, которая занимается заготовкой лесоматериалов. Предпринимателю угрозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.